всем привет товарищи аквариумисты с вами канал аквариумистика для всех и я аквариумист любитель сегодня хочу рассказать о таких полезных вещах в аквариуме как ольховые шишки вот я насобирал дубовые листья дубовых листьев не насобирал уже лежит снег у нас поэтому искать их тяжело и в качестве наглядного пособия сегодня имеются только ольховые шишки поскольку на дереве они остаются практически круглый год что полезного в ольховых шишках ольховые шишки принципе как и сами само дерево ольха король и содержит много дубильных веществ эти дубильные вещества в аквариуме оказывают как противовоспалительное обеззараживающее действие восстанавливает микрофлору в аквариуме также ольховые шишки помещенные в аквариум чуть-чуть снижает ph воды кроме этого ольховые шишки эффективны в борьбе с некоторыми бактериями с грибками допустим в общем шишки оказывают исключительно положительное влияние на аквариум как бы кроме полезную полезного влияния на аквариум ольховые шишки очень естественно смотрится в травниках биотопах выглядит красиво и ольха в принципе дерево ольхи долго не гниет в воде сохраняет свои свойства свою структуру и так далее и так далее некоторые даже магазины которые занимаются продажей креветок и рассылкой креветок в другие города регионы часто используют ольховые шишки добавляют их в воду для того чтобы вода не портилась в контейнере с креветками и поднялся немного на время пересылки иммунитет креветок также вот прочитал я недавно в интернете узнал что некоторые компании занимающие занимающиеся аквариум мистикой производством оборудования кормовая химия для аквариум мистики предлагают своим покупателям ольховые палочки специально подготовленные для аквариума и также ольховые шишки но практически в каждом городе в каждом населенном пункте или за городом можно насобирать самостоятельно ольховых шишек самостоятельно их приготовить сложного в этом ничего нет и добавить в аквариум как украшение опять же как как сказать лекарственное средство не знаю обеззараживающее особенно будет полезно но в креветочнике у шишек такая допустим структура у сильно пористая для молодняка креветок очень удачное укрытие считаю в общем исключительно только плюсы от ольхи в аквариуме от шишек как же все-таки приготовить шишки эти для размещения в аквариуме вот насобирал я шишек целый пакет собирал не смотрел на то что собирала сейчас вот обращаю внимание многие уже не свежие в каком смысле может быть прошлогоднике какие-то кажутся они трухленькие ну многие немногие но не все в общем как мы готовим шишки для аквариума просто наламываем веточки шишечками можно целую ветку принципе бросить мне это не нужно у меня креветочник 45 литров как бы засорять его не хочется вот налаваем шишечек сколько нужно нам все это размещаем кастрюльку так ну вот я шишек чуть-чуть для креветочника собирал на ломал на ломил в кастрюльку и дальше заливаем их кипятком чтобы их обеззаразить как ни крути росли не на улице тем более собирал их на обочине трассы в посадке растет ольха то есть непонятно какие вредные вещества на них осели какие бактерии поселились в общем чтобы все это убить уничтожить и заливаем кипятком буквально на пять минут больше я думаю не стоит некоторые источники рекомендуют замочить шишки в воде на несколько часов то есть обдать их сначала кипятком и потом замочить в 1 на несколько часов но я этого не делаю я просто кипятком поддаю шишки стоят они минут пять воду сливаю и добавляю шишки в аквариум что кроме шишек полезно в аквариуме миндаль корица листья дуба все это полезно также как добавлять миндаль корицу я вам не скажу в эти моменты не вникал по поводу дубовых листьев та же ситуация что и шишками собираем листья некоторые собирают их зелеными летом потом сушат кто-то собирает по осени когда листья падают также их в кастрюльку заливаем кипяточком на пять минут и добавляем в аквариум насколько я знаю креветки к примеру любят кушать эти листья кроме листьев как и в качестве корма такие в качестве полезных вещей кроме листьев дуба может могут быть листья крапивы в принципе по подготовке тоже ситуация что и с листьями дуба сушим заливаем обдаем кипятком на 35 минут и добавляем в аквариум креветкам у меня лопали с радостью листья крапивы самый анцитрус ну вот как то так принципе рассказал все на сегодня все всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал вступайте в группу вконтакте добавляйтесь друзья вконтакте ссылки будут в описании всем спасибо